Привет, я Александра, это «Минута с налоговым консультантом». Сегодня мы говорим о том, какое предприятие подпадает под определение предприятия с иностранными инвестициями и что это для такого предприятия означает. Согласно действующему законодательству, предприятие будет считаться таким, у которого есть иностранные инвестиции, если доля уставном капитале у иностранного инвестора превышает 10% общего размера уставного капитала. Если доля меньше, то вы не можете считаться предприятием с иностранными инвестициями. Однако, если доля больше, например, 10%, 50%, 60% и более процентов, вы предприятие с так называемыми иностранными инвестициями, которое будет специальную статистическую отчетность отправлять ежеквартально в органы статистики. Это форма 10 ЗЭС и называется она «Форма о движениях иностранного капитала». Я не знаю, нужна ли на данный момент, полезна ли эта статистическая форма, то есть там показаны суммы взноса в уставный капитал, ну и пополнялся ли этот взнос или уменьшался ли этот взнос. Ну, абсолютно такая статистическая информация, но форма существует и органы статистики будут вас беспокоить с требованием отчитаться по такой форме, по размеру уставного капитала по стороне вашего нерезидента-учредителя, собственника. У нас на этом все. Всего хорошего. Пока.